Тем более, что вы известно, что всегда выходили напрямую, даже на Черномырдино в свое время, когда была вот эта история с получением денег. Я помню эти заголовки, Марк Руденштейн меня, наверное, убьют. Нет, это была другая история. Это с Черномырдиным, но это были льготы, которые давали там спорту, церкви, и немножко нам дали льготы на таможни, на папиросы, водку, сигареты. Он нам дал, чтобы мы хотя бы могли собрать немножко денег и проводить фестиваль. Как только я это сделал, как только он мне это подписал, на Арбате, где я сидел, я прихожу на работу, у меня сидят автоматчики стоят. Я говорю, вы откуда, ребята? Марик Муни сказал, тебя надо охранять. На следующий день другие автоматики. Я говорю, вы откуда? Этот сказал, там, Солнцевский, сказал, что тебя надо охранять. Я понял, с чем я делаю. Я позвонил Степановичу и говорю, заберите все обратно, убьют просто. И ни копейки не дадут. Он сказал, ладно, я тебе так дам немножко денег и проводи фестиваль. Вот такая была симпатичная история. Я не воспользовался этой историей. Я даже не знал этих нюансов. А деньги он, пока было 4-5 лет, он был председателем оргкомитета фестиваля, он исправно давал эти деньги, исправно приглашал нас к себе на дачу в Сочи по завтраку. Вот он любил такое. И вы знаете, как ни странно, он умел разговаривать за столом. Вот все, что ему приписывают, вот это, все его фразы. Косноязычие, да. Косноязычие. Он умел, наши кинематографисты разговаривали хуже, чем он, когда мы с ним беседовали, как о проблемах каких. Ну, больше всего он любил, конечно, чтобы его не трогали с проблемами. Он любил стопочку и поговорить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.